И к нашему эфиру для более детального обсуждения этой темы присоединяется Франок Вячорко, советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Франок, я рада вас приветствовать в эфире Freedom. Добрый день. Так что же, Лукашенко заявляет, что Беларусь готовится в войне, но вместе с тем, как будто бы осторожней человек говорит, что никому не угрожает. Это все-таки такой некоторый блеф по поводу готовности к войне, или на самом деле он прощупывает почву и хочет обратить внимание на то, кто же и как же его боится и боится ли? Лукашенко пытается стать в шпагате. С одной стороны, надо показать Путину, что он единый незаменимый союзник, верный пес. А с другой стороны, он понимает, что белорусы против войны, поддерживают Украину и не поддерживают Лукашенко. Поэтому он посылает месседж Москве, давайте мне деньги, я буду с вами до конца. А белорусам говорит, это же не я за войну, это потому что враги нас обступили со всех сторон, ну таким образом создавая образ внешнего мнимого врага. На самом деле, единственная угроза, которая есть для белорусской независимости, это, собственно, сам Лукашенко и его наставник в Москве. Ну, знаете ли, никакого эйджизма, конечно, в эфире «Фридом», но Лукашенко как минимум не в том возрасте, не в той форме, чтобы стоять в шпагате как минимум долго. Как вы считаете, не будет ли это угрозой, в первую очередь, для режима Лукашенко вот такие вот заигрывания на тему опасности со стороны Беларуси? Ну, конечно, но он сейчас и так чуть держится. После 2020 года он потерял всяческую поддержку в обществе. У него есть условно 20% поддержки, это силовики в основном, какие-то чиновники, и он рассчитывает только на них. Сейчас, если мы посмотрим его совещание, это только люди в погонах. Он уже даже не пытается понравиться каким-то образом белорусам. Он после 2020 года, когда началась наша революция, и после 2022 года, когда он втянул нашу страну в войну, он как бы залатал вот эту рассыпающуюся вертикаль власти, замотал скотчем. Она как-то держится, но любое дуновение ветра, любое изменение статуса КВО может развалить к чертовой матери. Он это понимает, поэтому он старается как бы не дышать, как бы и Путину угождать, но и при этом ничего не делая внутри. Репрессии он не может остановить, потому что он их остановит, и люди сразу выйдут на улицу. Вот, и вынужден как бы постоянно раскручивать маховик репрессий, но бесконечно раскручивать и репрессии, и бесконечно играть ролью марионетки у него тоже не получится. Знаете ли, вы заговорили о силовиках, которые еще каким-то образом могут быть на стороне Лукашенко, о людях, которые так или иначе не очень-то и поддерживают этот режим. По крайней мере, есть уж точно определенное количество белорусов, которые не поддаются пропаганде. По крайней мере, я очень хочу в это верить. И вот давайте, я эту тему уже частично обсуждала в нашем эфире, но хочу еще услышать ваше мнение по поводу силовиков. Ну, одно дело поддерживать режим, не знаю, какие-то репрессии против безоружного народа, а другое дело — это ввязываться в войну. И уж тем паче, если бы даже кто-то поклонялся Путину и поклоняется там из разряда следовиков высшего военного руководства в Беларуси, но ведь они видят и опыт России в этой войне против Украины, насколько эта война вышла даже для самой России затянутой, затратной, а у Беларуси точно не такие ресурсы, как ресурсы Кремля, которые их накапливал для того, чтобы эту войну начать. Неужели нет там такого критического мышления для того, чтобы так или иначе не довести Беларусь до прямого участия в войне? Огромное количество людей, которые работают и в системе, и в вооруженных силах, поддерживают Украину. Посмотрим, кто, например, донатит на украинскую армию, на полк Калиновского. Многие из этих людей работают в госструктурах. Многие из них попали в тюрьмы за это. И мы понимаем, что там нет никакой консолидации, там нет вот этой единой верной системы Лукашенко. Люди вынуждены работать, потому что завязаны на контракты, запуганы, понимают, что за любое публичное выступление их могут посадить. Но, с другой стороны, они все ждут момента, когда эта система забуксует, или когда Украина пойдет в прорыв, или когда новый какой-то триггер экономический случится. Лукашенко живет, окружает себя только самыми верными людьми. Он очень боится предательства. И все последние его указы, они направлены на борьбу с каким-то инакомыслием в его собственном окружении. Например, он ввел смертную казнь позапрошлом году против чиновников и силовиков за попытку акта терроризма или за предательство государству. Таким образом, запугивая и посылая месседж. Одно слово против меня, и мы вас расстреляем. Это говорит именно о страхах Лукашенко даже перед своим собственным окружением. Поэтому я смотрю достаточно оптимистично на ситуацию. Я не верю в то, что белорусы вяжутся в эту войну. А если такой приказ поступит, или даже о мобилизации приказ в Беларуси, то это обернется против самого Лукашенко. И люди развернутся не на Киев, а развернутся на Минск, чтобы снести к черту эту систему. Да, вот на самом деле интересно, как же отреагирует народ, который жил под репрессиями. Как же он отреагирует, если вдруг ему начнут выдавать оружие и говорит, что теперь нужно идти в соседнее государство и воевать за вообще амбиции человека, который захватил власть в другом государстве. Ну, это правда очень нелогично. Но вместе с тем, вы вот говорите, мне очень, конечно, отрадно слышать то, что вы говорите, что даже там кто-то около Лукашенко может донатить на полк Калиновского и так далее. Но ведь есть действительно фанатики Путина, кто получал свое военное образование, например, на территории России, кто на самом деле считает, что Путин, может быть, даже делает какое-то благое дело. Ведь такие люди тоже есть. Мне просто интересно, есть ли у вас представление в каком-то статистическом соотношении, кого все-таки больше, людей с рациональным мышлением или тех, кто готов даже ценой своей жизни и ценой жизни народа и Беларуси, может быть, как бы это громко ни звучало, ввязаться в эту войну за амбиции Путина? Конечно, есть те, кто верят и российской пропаганде. Мы видим, насколько она интенсивно работает, как массово запускают они разные подразделения, Russia Today, Sputnik, TikTok облюбовали, платят блогерам даже, чтобы создавали пророссийский или антиукраинский контент для белорусов. Конечно, массово работают. Их не большинство, их меньшинство. В основном это, как вы правильно сказали, люди, которые имеют связи с Россией, которые имели или имеют бизнес с Россией, которые, как правило, не имеют доступа к интернету. Это старшее поколение, это люди глубинки, села. Но городское, например, население, именно поэтому наша революция 2020 года, когда начиналась, она именно в больших крупных городах проходила. Они, которые путешествовали в Европейский Союз, которые имели доступ к независимым медиа, они думают и видят будущее Беларуси совсем иначе, чем с Россией. И я думаю, что вот сейчас два нарратива конкурируют. Именно нарратив, что Беларусь должна быть европейской, свободной страной помогать Украине. И второй нарратив, что надо возвернуться в Советский Союз, потому что там мороженое за 15 копеек, и потому что там какие-то скрепы духовные русского мира. Но я думаю, что все равно вот этот проевропейский нарратив, который все-таки живет в белорусском ДНК, он победит. И мы должны просто ускорять этот процесс, использовать информационные инструменты, чтобы разговаривать с людьми, доносить им правду. И украинские каналы, и Freedom в том числе, имеют огромное значение, потому что многие белорусы смотрят, в том числе и украинские каналы. Как вы считаете, как вообще цивилизованный мир? Ну давайте не будем так брать широко. Просто Европейский Союз как должен отреагировать на такие заявления Лукашенко? Должны ли уже точаться санкции, или нужно это игнорировать, чтобы показать ничтожность этих заявлений? Вот ваш взгляд, какая должна быть реакция? Все очень просто. Номер один. Максимально поддержать Украину. Все, что Украина просит. И гуманитарная помощь, и военная помощь. Второе. Изолировать Лукашенко и Путина. Никаких договорняков, никаких уступок. Диктаторы понимают только язык силы. Третье. Поддержать белорусское сопротивление, демократическое движение белорусских добровольцев в Украине, полукалиновского и другие подразделения. Четвертое. Это привлекать к ответственности. Вот Львову, Белову и Путина привлекли за вывоз украинских детей, а Лукашенко все еще как бы и не виноват. Он уже настолько имеет преступлений, что ему хватит до конца дней статей в трибунале. Но почему-то не хватает политической воли, не хватает, возможно, каких-то доказательств. Но это то направление, которое поможет раскалывать элиты. Ну и, конечно, поддерживать медиа, поддерживать информационную борьбу. Потому что в Беларуси именно информационное пространство — это сейчас основное поле битвы. И нельзя позволить Путину взять под контроль белорусское информационное медиаполе. Чем больше белорусы будут получать информацию, чем больше будут иметь возможности коммуницировать с Украиной, с Европой, тем меньше там будет России. Чем больше Европы, тем меньше России. И вы вот говорите по поводу информационного. Вы уже в своих предыдущих интервью также моим коллегам говорили, что очень важна информационная работа, и в том числе через социальные сети для молодежи, для того, чтобы они не забывали как минимум белорусский язык, и чтобы действительно понимали, что Беларусь — это не просто какой-то бонус к России, а что у них есть своя история, своя жизнь. И вот в России мы знаем, что в школах вводятся определенные уроки, где их учат, что украинцев это нормально убивать, просто детей учат с младших классов. В Беларуси уже тоже, насколько я знаю, такие лекции начали проводиться. Не знаю, насколько вот прям до такой степени жестокость там транслируется, но вместе с тем уже насаживается, что Россия наш друг, а все остальные наши враги. Насколько готовы, возможно, родители в Беларуси не соглашаться, противостоять этой системе? Есть ли у вас информация, есть ли какая-то реакция, я не знаю, насколько она может быть вообще публичной реакцией на такие действия режима? Через школу и университеты они готовят таких янычаров, послушных людей, которые верят, что на самом деле единственное будущее, которое есть у Беларуси, это будущее с Россией. И здесь огромная ответственность лежит на родителях, чтобы когда дети возвращаются домой, чтобы они получали правдивую информацию и понимали, где добро, где зло. Задача теперь школьного образования именно показать, что наши враги — это наши соседи на Западе, что демократия вредна, что только сильная рука может держать порядок и стабильность, и они с младших классов через разные предметы, основы государственной идеологии, Великая Отечественная война, учебники истории также переписали, и сейчас удалили всю европейскую часть белорусской истории и оставили, как будто бы белорусская история начинается с Российской империи или с Второй мировой войны. Нам надо, ну как раньше, как и в советское время, в холодную войну, нам надо возобновлять, через интернет рассказывать на самом деле. В советское время люди не знали, что было Великое Княжество Литовское, многие не знали там наших повстанцев, Костуся, Калиновского и других. Сейчас в школе этого не расскажут. Задача независимых медиа, задача контент-криэйторов, блогеров — эту правду доносить. Потому что ни с кем белорусы больше в истории не воевали, чем с Россией. А нам сейчас пытаются представить Россию как единственного союзника, который у нас существовал. Нет, так не должно быть. Также говорили, что, мол, Путин не бросит Лукашенко. Лукашенко не бросит Путина, потому что их там связывают какие-то общие амбиции. Лукашенко надеется, что Путин сможет помочь все-таки режиму держаться в Беларуси. А вы правда думаете, что Путин, если ему уже будет невыгодно, скажем так, либо тянуть режим Лукашенко, либо каким-то образом свои ресурсы тратить на него, на самом деле будет до последнего в братстве с Лукашенко? А Путин у Лукашенко супервыгоден. Дешевый, предсказуемый, лояльный, на крючке. Он знает, как с ним общаться. Ну да, Лукашенко бывает, выкидывает какие-то свои приколы там и заявления. Но он свой, он ценностно свой. Он такой же советский, пророссийский. Для Лукашенко Путин менее страшен. И даже угроза трата независимости менее страшна, чем угрозы от белорусского народа, угроза революции. Поэтому Путину важна контроль через Лукашенко над территорией Беларуси, чтобы использовать Беларусь как буферную зону, как цех для производства оружия, как плацдарм для размещения ядерки и возможные атаки на страны Балтии и Украины. И зачем сейчас менять Лукашенко на кого-либо, когда это приведет к общественному взрыву? И поэтому он вкладывается в Лукашенко, будет за него держаться. А Лукашенко это выгодно, потому что Путин гарантирует ему безбедное существование. Есть чем платить силовикам и чиновникам. Но и пока Путин его поддерживает, Лукашенко надеется оставаться у власти. Поэтому этих двух сиамских близнецов не разделить, не надо иметь каких-то иллюзий. Их надо топить вместе и рассматривать как одно целое. Но при этом надо понимать, что есть белорусский народ, который в этой борьбе против лукашенковско-путинского союза может сыграть очень важную роль. Благодарю вас, Франок, за то, что вы присоединились к эфиру на телеканале Freedom. Франок Вечерко, советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, был с нами на связи.